Почти все атроитеты, которые сейчас занимаются учением, образованием, они говорят о том, что традиционная лекция, она не то, что устраивает, она постепенно, например, традиционная лекция, когда читается час двадцать в университете, я с этим сталкиваюсь, потому что я более двадцати лет читаю в университете, в институте Фомы, много лет читал в университете, в институте Фомы, и это влияет в свою работу. И поэтому главная нагрузка на лекции – это то, что мы стараемся ориентировать, показывать на источники знаний, на лидературу, показывать какие-то ключи, как к этому можно подходить, как ту или иную проблему или тему можно увидеть, как ее сегодня осмысливают лучшие представители в этом сфере. Основная нагрузка, конечно, падает на занятия в группах, на то, что называлось традиционным семинаром, и сейчас это называется иногда очень много разных форм. Это когда мы можем общаться друг с другом, слышим друг друга, и чем меньше, скажем, участников, это пять из десять, это максимум. Но если это философия, например, если мы вместе читаем диалоги Платона, или если мы вместе заниматься какой-то проблемой, теория идеи справедливости, связанной с политической коллозой, они требуют постоянного обмена мнения, постоянной речи, когда мы слышим друг друга. Это очень важно. Потому что опять, собственно, это пассивное восприятие. И когда мы общаемся вместе в каких-то группах, мы иногда слышим друг друга, и лектор, тренер, преподаватель, он может всегда выстроить какие-то индивидуальные планы для каждого из участников, что очень важно. Потому что мы все разные, и такие массовые лекции, они ориентированы на некий средний уровень. И когда мы слышим друг друга, то всегда легче подобрать литературу каждому индивидуальному. Например, что читать, тот чего. Всего это не касается сегодняшней нашей лекции, я бы говорил, это в общей принципе. Например, если мы занимаемся какой-то темой, то нельзя тем же людям давать те же самые тексты в той же самой распределенности. Существует разное. Поэтому я буду из этого расследить. Задача лекции, она не в том, чтобы дать очень... Скажем, вот и вот, в первую минуту, в последнюю, какой-то большой блок информации. А в том, чтобы попытаться и выстроить, и пытаться ее занять. И у нас, например, полчаса, чтобы создать ситуацию. Поэтому я уже заранее прошу, продумайте вопросы. В течение лекции, может, вы записываете. Возможно, вдруг захочется кому-то сразу задать вопрос. Поднимайте руку, тогда мы не разберемся. Если что-то будет непонятно. Поскольку я вижу, половина людей пришла впервые, я начну... Ну, так я уже могу начать, а не... Аня, не вижу, что она пошла. Я тогда начинаю, это расстройство. Старательист. Тогда маленькое обобщение, скажем, буквально две минуты, о чем мы говорили в прошлом раз, скажем, три минуты. Я начал с ситуации, в которой сейчас оказались вопросы образования. Начиная с университета, и кончая с самого места. Вот мы пережили определенный срок, где-то с 1998 года, для того, что слушатели не особо подчеркивают, где-то до 2012 года, написано очень много книг, статей, принятых документов о том, чем должны быть университеты, школы, какое должно быть образование в восприятии. И здесь, можно сказать, что, прочитав громадное количество литератур на эту тему, я к экономам подхожу скептически. Потому что, ну, что такое среди ученых, особенно ученые выдающиеся? Они хотят нас чем-то зацепить. И они в течение вот этого времени придумали очень много громких фраз. Например, экономика, ориентированная на знания. Инициативная университет. Академическая экономика. То есть, если вы ее перечислили, я уже ездил все эти понятия. Но это длилось мне больше, чем это. Все понимали, что традиционная форма образования где-то переживает кризис. И мы должны искать выхода из этого кризиса. И с конца 90-х годов по 12-й год большой энтузиазм вызвало то, что можно назвать онлайн. Это очень полезная вещь. Были созданы ряд прекрасных порталов образовательных. Я называл некоторые из них наиболее известные. Это был Сера, Тет, например. У которых миллионы слушателей, миллионы путешествий. И в то время энтузиазм был настолько большой, что основатели этих порталов, например, я называл Дафна Коллера, Себастьян Трун, немец, Дафна Коллер, американка израильского происхождения, еще люди, естественно, из Комполнга, из Китая, профессора, которые работали в американских университетах. И они настолько увлеклись идеей онлайн-образования, что даже многие из них оставили университеты, чтобы посвятить все свое время созданию этих образовательных порталов. Например, Себастьян Трун ушел в университет. Дафна Коллер большую часть времени также стала тратить на инкулеры. И вплоть до того, что в 2012 году журнал New York Times объявил, во-первых, начало новой эпохи. Себастьян Трун сказал о том, что склонный газет, то лицо для того, что они перестанут существовать. Что в основном, на 98% все образование перейдет в онлайн-режим. И с 2013 года начался определенный обхак от сбавления от энтузиазма, когда стали анализировать, кто же заканчивает все эти тесты, кто заканчивает эти образовательные программы. Кто-то из вас проходил эти тесты? К примеру, СЭР, да? Это очень увлекательная вещь, связанная с некими программами. Мы когда стали анализировать эти цифры, оказалось, что, во-первых, очень малый процент людей завершает образование. Во-вторых, большинство из тех, кто завершает, уже имели навыки учебных университетов или институтов. То есть оказалось удивительное вещь, что, чтобы учиться в онлайн-режиме, получать онлайн-образование, уже нужно иметь навыки образования. Уже нужно будет иметь навыки обучения. Возникли эти замкнутые круги. И в 2013-2014 году в мировой прессе, потом это выкателось и по нас, но в меньшем мире, возникли критические статисты. Сколько это возможно? Неужели здесь это не дается? И начиная с 2013 года, эти энтузиасты, которые предоставили эти взятки имен, стали говорить о том, что онлайн-режиме в онлайн-образовании не может заменить институтное образование. То есть поменялось и все. Они не могут заменить. Конечно, университеты будут продолжать существовать. Но мы, говорят основатели этих удачных подкладов, предоставляем площадки для университета. Мы предлагаем более демократическое образование. Возникает новая ситуация, когда лучшие преподаватели лучших первых университетов могут делиться своими знаниями, своим опытом. И возникает даже ряд преимуществ для слушателей. Например, если мы занимаемся в аудитории, всегда есть активная часть в аудитории. Вот учились в мировой прессе, это значит, что есть всегда активные люди. Люди поднимают руку, они всегда пытаются отвечать. А есть более, может быть, даже более талантливые люди, студенты, слушатели, которые просто более скромно и считают, что скромно принимать руку, нескромно отвечают. И традиционное образование их немного отбегает, не знаю, не пау. В то время, когда вот интервью Датву Холли, одна из последних интервью, она часто общается у себя на сайте, у себя на стене, она говорила о том, что те люди, которые, скажем, не чувствуют себя более уверенно, для них онлайн-название будет больше. Более того, те люди, которые в живой ситуации, в живого общения ведут себя очень скромно, очень охотно создают группы общения в онлайне. Вы видите, возникают некие психологические типы. Они охотнее обмениваются своими идеями и общаются в этих группах, в то время как, если их встретить в жизни, и я, как преподаватель, начну говорить о этой девушке или с этим молодым человеком, он тут же будет молчать, он будет очень скромным, и ему будет очень трудно говорить. И поэтому где-то с 13-го года, вот назовём ситуацию 13-го, условно говоря, 16-й год, мы снова стоим перед тем же самым вопросом, что и в конце 20-го века. Мы видим, что природа знаний изменяется, усложнилась сама информация, усложнилась сама природа знаний. И возникает вопрос, как учиться, насколько долго мы должны учиться. И здесь я перехожу к непосредственно первой части моей лекции. Возникает тот термин, о котором я сейчас буду говорить. Его по-разному переводят «образование длиною жизни». Или, например, в русском языке курсируют слово «непрерывное образование». «Образование длиною жизни». Впервые этот термин возникает в 1962-м году в документах ЮНЕСТО, а в Гамбурге 1962-й год. Когда, будучи сформулированным, этот термин обозначал тогда очень чёткое направление, что меняется природа знаний, усложняется природа знаний, и получение знаний должно меняться. Оно должно меняться в ту сторону, что процесс получения знаний никогда не заканчивается. Никогда не заканчивается. После доклада 1972-го года Форж был одним из авторов этого доклада. Я буду называть это «принципом 3L». Чтобы не говорить всё имя «Life on learning», я буду говорить «принцип 3L», чтобы сказать, что непрерывное образование. Вот в этом документе это провозглашалось, 3L провозглашались основным принципом для инноваций и реформ в сфере образования во всех странах мира. То есть принцип 3L был объявлен главным инновационным принципом, главным меняющим принципом. В конце концов, в 2000-м году, последняя дата в Лиссабоне на встрече глав правительств стран ЕФС в 2000-м год, принцип 3L, там было заявлено, что Европа вступает в новую эпоху, в век знаний, где принцип 3L будет ключевой. Век знаний. То есть это было принято как официальная доктрина ЕС. Тогда были очень амбициозные планы создать из ЕС самую продвинутую экономику, самую продвинутую образовательную площадку в мире. С увеличением рабочих мест, с увеличением качества этих рабочих мест, мы видим, как сегодня, 16 лет спустя, мы можем смотреть на эти оптимистические прогнозы и говорить о том, что все получилось не так, как предполагалось. Громадная безработица в Европе, во Франции больше 30%, во многих странах и так далее. Я не говорю о нас уже, я не говорю об Украине, понятно, что ситуация была не такая радужная, но вот этот принцип непрерывное образование продолжает считаться, я призываю вас посмотреть документы. В 2015 году были опубликованы очень много документов касательно образования принципа 3L, где его не отбрасывают, а хотят далее модернизировать. И в связи с этим, чтобы завершить наш первый шаг, и возникает вопрос, а какие главные умения должны формироваться у человека современного, который хочет получать образование. То есть речь идет о изменении умений. Иногда я буду говорить слова такие сложные, полусложные, изменение компетенции. Я в прошлый раз говорил о так называемой индекс прозрачности. И кто помнит, если будут потом в конце, будем дискутировать, кто понял принцип, как он действует, можно анализировать какие-либо тексты на принцип прозрачности. Принцип прозрачности не должен превышать 13. Поэтому я сегодня буду стремиться к принципу прозрачности от 8 до 10, но иногда использую сложные слова, чтобы потом их объяснять. Без них мы не можем, потому что они определенным образом нас ориентируют. Так возникает вопрос о компетенциях. Вот я цехировал вам Митчо Кейку и показывал определенные интеллектуальные физики по поводу прозрачности виртуального и реального мира сегодня. Когда эти границы становятся совершенно прозрачными, это новый вызов возникает перед нами, перед мышлением, перед знанием. И вот тот же Кейку, маленькая цитата, он говорит, что «Без мудрости и глубокого понимания сути вещей мы обречены бесцельно плыть по течению, ощущая внутреннюю пустоту, когда безграничная информационная свобода утратит свою новизну». То есть если мы не научимся быть мудрыми, если мы не научимся получать информацию так, чтобы она складывалась в некую цельную картину, мы будем ощущать некую внутреннюю пустоту и в конце концов будем плыть по течению. Если еще более переформулировать, еще проще. Возрастание количества информации не дает качественный эффект, если мы не умеем ее соединять некие цельные картины. И мы потеряемся в этом громадном количестве информации. В связи с этим в прошлый раз я говорил о том, что современный человек, особенно современный молодой человек, утрачивает целостную картину мира. Вот сегодняшняя тема «Принципы построения мировоззрения». Я буду развивать главную идею сегодняшнего семинара. Она состоит в том, что формирование мировоззрения это первый важный аспект в успешном образовании, в успешном самообразовании. Если у нас нет картины мира, если у нас нет того, что называется мировоззрением, мы не сможем получать, эффективно, качественно получать, обрабатывать эту информацию. Сейчас я говорю более технологично, я немного уйду от этих технологических рассуждений. Так вот, в 2015 году мировой форум выделил три группы компетенций или умений, которыми должен обладать современный учащийся. А мы скажем, что современный учащийся сегодня, его возраст, очень сильно изменился. Ведь очень много возникло университетов, институтов так называемого продолжения образования, Adult Education, можно сказать по-английски, или Fort Bildung, по-немецки, когда люди уже в старшем возрасте идут в университеты. В Германии это вообще очень популярно сегодня, когда идут люди в университеты 50+. Я говорил со многими моими немецкими коллегами, они преподают и в университете традиционно, и туда ходят, там преподают. И по статистике, например, в 2012-2013 годах вот эти 50+, вот эти вот университеты, институты, было примерно 34% учащихся в Германии. Очень большой процент. То есть у нас пока этого еще нет, у нас есть продолжение образования, 30 лет, 40 лет, 50, 50+, это от 53 до 64 лет статистики. То есть большой процент людей, которые специально идут в университет. Не в онлайн образовании, специально идут в университет. Им читают те же профессора. Но исходя из их интересов, вот, конечно, исходя из интересов аудитории и их восприятия, очень часто от аудитории меняется форма подачи. Так вот, три группы умений, которые сформулировал мировой форум, которые должен иметь сегодня человек, получающий образование. Каким он должен быть? В первую очередь, это грамотность. Имеется в виду знание языков, счета, финансов и прочего, прочего, прочего. Мы сегодня будем говорить еще о языках, о речи, о чтении, писании и умении общаться и к этому вернуться. Вторая группа компетенций — это критическое мышление, умение решать проблемы, творческое мышление, способность сотрудничества. Это вторая группа компетенций. Еще раз, критическое мышление, умение решать проблемы. Ну, естественно, мысли творческие, креативные, творческие, неординарные, оригинальные. И умение сотрудничать. Говорят, ты ориентир ты меньше. Человек ориентированный на сообщество. Кстати, у меня есть много ряд друзей, философов со мной учились, очень талантливых, но они вне академической среды, именно потому, что у них нет компетенции к сотрудничеству. Это люди, это мои друзья, не красно, потому что это люди конфликтные, люди, не умеющие работать в коллективе. Вот это создает им большие трудности. Вот они как бы выброшены за периферию. И здесь говорится о том, что это умение, которое также нужно развивать. Между прочим, многие молодые люди сейчас разучились общаться в университете, когда мне пишут в имейл, когда мне задают вопросы, когда мне что-то спрашивают. Видно, как им трудно задавать вопросы, как им трудно формулировать свои мысли. Я бы с удовольствием на что-то ответил, но иногда непонятно, что от тебя хотят. Иногда непонятно, какую помощь от тебя требуется. И третья группа компетенций — это личное качество. Вот о них мы сегодня особо будем говорить. Это любопытство, инициативность, упорство. Любопытство, упорство. Ну, лидерство. Слово лидерство, оно имеет несколько контекстов. Мы все говорим о лидерстве сегодня. Религиозные люди — это пришло к нам под протестанты. Точнее так, это пришло вначале в экономику, потом экономическую терминологию стали использовать религиозные группы, а сейчас все говорят о лидерстве и так далее. Но я к этому отношусь достаточно осторожно. Патрик Гриффин, я на своей стене разместил его большое интервью о критическом мышлении. Первая сложилась, в памяти осталась. Еще раз давайте повторим. То есть три группы компетенций. Три группы компетенций. Грамотность. Вторая можно назвать качеством мышления. Давайте так это заглавим. Качество мышления. То есть креативность, аналитичность, критичность мышления. Это вторая группа. И третья группа — это личное качество. Любопытство, открытость миру. Открытость миру. Заинтересованность в мире. Говорят нам психологи детские, что с 6 до 12 лет ребенок открыт миру. Он готов все принимать. Он готов все принимать. Он по природе философ. Он задает много вопросов. И это самый благоприятный возраст для получения первых важных знаний. Но поскольку среда очень часто у нас неблагоприятна, то к 12 годам ребенок замыкается. И когда он попадает в школы, в группы, открытость миру заменяется другим мощным стимулом — самоутверждением. Такой подростковый возраст, 13 лет. Во-первых, самоутверждение на фоне родителей. Во-вторых, соревнования, самоутверждение на фоне, скажем, своих одноклассников. А потом вплоть до однокурсников. Это очень мешает. Человек закрывается. И очень часто то, что мы называем формированием интересов, вот что главное под вопросом. И вторая часть нашего семинара сегодня будет этому посвящена, потому что для того, чтобы заниматься всю жизнь, всю жизнь образовывать себя, нужно уметь каким-то образом быть в ситуации заинтересованности. С этого все начинается. Но психологи, ученые до сих пор не знают, как возникает интерес. Я приведу потом несколько своих личных примеров, личных наблюдений. Но это очень большая проблема. Вот если бы вы себя спросили, как возникает интерес, вот себя спросите, вас что-то интересует? Попытайтесь проанализировать, в связи с чем возникнет интерес, что вас заинтересовало? Или кто вас заинтересовало? Как возникает это удивительное, уникальное событие заинтересованности? Вот если бы мы знали, как, мы бы решили 90% проблем в образовании. В принципе, я прикал так же. Если бы я знал, как создавать интерес у каждого человека, во-первых, я был бы опасный такой технолог, я бы каждого садил, сейчас я буду создавать интерес, буду опрашиваться, буду бы как следователей, или как-то там дюрист, его бы расспрашивал, медик, ставил бы диагноз и потом создавал бы интерес за считанные секунды. Но это невозможно. Интерес — это что-то более длительное, часто он проявляется через полгода, год, и очень трудно определить. И очень трудно определить. Так вот, Патрик Гриффин говорит о критическом мышлении. Это большое интервью, очень интересное, где он говорит, что это главный навык 21 века критическое мышление. В связи с этим он бы сказал, как бы это банальность. Но дело в том, что банальность не значит неправда. Во-вторых, банальность означает, что мы должны наполнить ее содержание. Но чем связано критическое мышление и чем связано, какие опасности с его отсутствием? Вначале я его поцитирую. Наше положение в мире определяется нашим отношением к информации. Кто ее производит? Кто-то распространяет. И кто ее просто потребляет? Те, кто производит информацию, распространяет информацию, потребляет информацию. И далее он приводит цифры, которые меня поразили. На сегодняшний день в США, говорит он, 18% судебных тяжб разбирается без привлечения адвокатов. 18% судебных тяжб. Я очень люблю смотреть американские фильмы о юристах. У меня даже есть классификация определенная. Человек читающий философию права, для меня это животре лечащие проблемы. Но когда я его убил, 18% самостоятельно. Люди сами защищают свои права. Они ищут всю нужную информацию. Интернете. И проходят консультацию. Они приходят к юристу и получают консультацию. То есть юрист профессиональный выступает в роли консультанта. Тоже и в медицине, продолжаю цитирование, все больше людей занимается самодиагностикой. Это у них там в США, а у нас другого выхода нет. У нас другого выхода нет. Потому что врачи, учителя, преподаватели, мы как-то слишком поздно, когда я буду говорить, что 3L, там другие компетенции, вы увидите разрыв это традиционного и 3L. Самодиагностика идет к врачам только за подтверждением своего диагноза. Только за подтверждением. Профессии стремительно меняются, и сегодняшние профессионалы все реже выступают в роли носителя информации, все чаще в роли консультантов. Это именно то, чем должны заниматься учителя. Вот базовое различие. Не учить, а консультировать. Не учить в прямом смысле. Если мы сейчас нарисуем небольшую табличку, скажем, традиционное образование назовут ТО, и то, что мы называем принципом 3L. То здесь будет, например, так. Главный источник информации преподаватель или учитель. Да. Вы говорили, что вы имеете в виду информации в интернете, но суть еще также на том, что кто-то выкладывает эту информацию на интернете, а не могут ли быть собственно эти жители и носители теми, кто бы выложили эту информацию в интернете? То есть, достоверность, скорее всего, будет абсолютно точно такая же. И тогда в чем суть проблемы? Видите, прекрасный пример навыка критического мышления. Вот критическое мышление также это с чего и философия начиналась. Вопрос недоверия сомнением. Читаем от Сократа до Декарта, Канта и дальше. Я не буду сегодня пугать вас этим персонажем. Просто говорю, что есть такие люди, которые всю жизнь занимались словом критика. Критика чистого разума, критика практического разума, Декартовское сомнение. Вот это правильно. Но если мы зададим вопрос по-другому, на вопрос ответим вопросом, скажем, а какой у нас другой выход, если мы приходим, допустим, к терапевту, в киевскую поликлинику и слушаем то, что говорит он нам. Как меняется ситуация? Где у нас гарантии? Если у нас нет навыка проверки информации, если у нас нет навыков поиска источников знаний о каком-то диагнозе, мы доверяем просто медику. Когда вопрос, почему мы ему доверяем, возникает, мы тоже должны его проверять. Вот это и есть элемент критического подхода. Естественно, мы должны спросить вначале, но ваш вопрос поражает практические ответы. Не принципы, а практика. Во-первых, нужно понимать, что за источники информации. потому что, в отличие, ну скажем, у нас это тоже есть, но в очень слабой мере, в западном мире это очень строго структурировано, там очень строго иерархия. У нас может говорить о философии, психологии кто угодно. В Германии, в Соединенных Штатах или в Британии нет. Существует четкая сортировка. Точно так же с источниками информации. Что это за источник? Если он авторитетен, то уже поэтому он располагает в доверии. Точно так же работает западная пресса, как вы знаете. Скажем, BBC это источник, который, ну, старается быть максимально объективным. Нигде нет объективности абсолютно. Что значит максимально объективность? Изложение позиций «за» и «против». Не спешить с выводами, дать всю максимальную фактаж. Так и здесь. Естественно, кто-то вкладывает эту информацию. Но, во-первых, источник должен быть авторитетным. Во-вторых, мы должны сравнивать источник. Мы никогда, когда мы формулируем исследовательский дух, пусть пример для нас будет сейчас Трекюль Пуаро. Такой детектив. Что он делает? Он опрашивает всех. Он слышит всех. Все, кто может каким-то образом встретить жертву или быть участником или свидетелем происшествия, убийства или чего-нибудь или чего-нибудь. Он выслушивает. И его метод выслушать каждого и построить общую картину. Я называю это методом Пуаро. Выслушать каждого и уметь выстроить картину. Два простых принципа. На этом строится все так же самообразование. знать авторитетные источники информации, попытаться их выстроить в общую картину. Выслушать их всех. Но вот что самое сложное? Это второй шаг. Понимаете? Умение выстроить в общую картину. И вот этим мы не обладаем. Вот может быть кто-то когда прочитал принципы построения мировоззрения. А что? А нужно мировоззрение строить? А что? У нас нет у каждого мировоззрения? А что? У нас нет ни у кого картины мира? Давайте я приведу такие примеры. Вот психологии, философии, вообще гуманитарных науках к ним не доверяю еще и потому, что считает большинство людей, что это для всех очевидно. Вот квантовая механика для меня не очевидна. Я не могу здесь судить. А о фильме, о театральной постановке, о музыкальном произведении, о том, что я вижу и слышу, я могу судить. Получается, что я имею картину мира только потому, что я просто открыл глаза, раскрыл уши и что-то могу воспринимать. Соответственно, у каждого из нас есть некая картина мира, ясно сложившаяся. Но это не так. Давайте подумаем, несколько примеров я приведу. Вот мы, например, встречаем на улице какую-то девочку двенадцатилетную, десяти летную. Вот он бегает по подолу, чем-то занимается под вечер. Сейчас мы будем идти вечером. Мы его берем за руку и спрашиваем, например, ее, Маша, а чем ты сегодня занималась? А как прошел твой день? Потом встречаем и через неделю спрашиваем, а как прошла твоя неделя? На Новый год приходим в гости и говорим, Маша, как прошел твой год? Вы думаете, Маша ответит на эти вопросы? Это очень сложно. Я помню вопросы, которые задавал мне мой дед, они как бы разрывали мое сознание. Мне 9 лет и читаю толстый литературный роман. Он приходит и говорит, Андрей, как ты мечтал? Вначале меня очень сильно эти вопросы озадачивали. Взрослый человек, который намного старше тебя, спрашивает о твоем мнении. Какое твое мнение? О чем эта книга? Давай поговорим об этой книге. Вначале возникает шоковая ситуация. Точнее так же, давай поговорим о твоем дне, давай поговорим о твоем годе. И тогда мы поймем эту разницу. Это на самом деле очень сложный навык. Описать свой день, описать свой год, рассказать о прочитанной книге, рассказать о впечатлениях о фильме или о опере, или о театральной постановке. То есть между непосредственным событием, назовем его грубым фактом, и моим восприятием, и умением его описать, пролегает определенное расстояние. И образованный человек это тот, кто этот мост может создать, кто может грубый факт или совокупность фактов или событий представить в виде некой общей картины, с помощью предложений, слов. В этом и есть суть всей цивилизации. Каждая картина, которую мы создаем, употребляя сложное слово, опосредована нашими способностями к речи, к описаниям, выстраиваниям диалогов, к разговорам. Цивилизация западная рождалась в разговорах, то, что удивляет моих сограждан. А, вы только разговариваете. Все рождалось в разговорах, из диалогов Платона произошло, из разговоров Аристотеля с его учениками, из разговоров Христа со своими учениками. Все происходило там, потому что это опосредованно. Я на второй части скажу, без этого невозможно картина мира. И тогда у нас не будет обид, мы поймем, что есть две девочки, например, Аня и Маша. И Аня формируется в среде, где с ней никто не разговаривает, не обсуждает книги, фильмы, не советует, что слушать, не дает ей помощь в формировании. У Маши другая ситуация, с ней постоянно ведут разговоры, у нее благоприятная культурная среда, в ее семье насыщенная культурной потребности повышенная. И тогда возникает то, что у Ани просто нету картина мира. Это не только с детьми происходит, со старшими людьми происходит. Человек, который 70-80 лет прожил, ему трудно сопоставить то, что произошло, он не может вспомнить ничего. Так же работает наша память. Мы говорим, кто имеет биографию? Биографию имеет личность, которая выстраивает свою жизнь, видит в ней некую нить, повествование. Жизнь каждого из нас это повествование. Повествование имеет сюжет, сюжет имеет части, элементы. И вот тот, кто выстраивает эти сюжеты, они имеют биографию, они могут вспоминать. И тогда подключается память, вспоминая свою жизнь, вспоминая, чему я был очевидцем. Вот это то, что я сейчас вот так вот сыра набрасываю, как картина мира. Это всегда опосредовано нашими умениями. Чтобы вам не казалось слишком заумным, я переведу пример из экономики. Какая же наша экономика? У нас и левая. Янталь вырули, продали. Лес вырубили, продали. Зерно вырастили, продали. И только первичная обработка это что? Зерно приемололили, муку получили. Молоко выдаили, сделали творог. Пишите, итальянцы, французы творог не делают. В Провансе, провансальцы лес не рубят. Так вот, если сравнить, провести эту аналогию, можно сказать, что наше зрение, наш слух, наше вкусовое ощущение и наш разум, наше сознание это только сырье пока. Сырьевая база каждого из нас. Наше тело, наш разум, наши ощущения, чтобы они стали академической экономикой, чтобы они стали приносить некие продукты, мы должны это сырье обрабатывать. Если мы не можем это сырье обрабатывать, тогда мы его используем самым грубым образом. Каким? Уже сами думайте. Каким у нас был труд, например, на протяжении последних столетий? Тяжелый, упорный и часто бессмысленный. Потому что работали мы больше всех, а результат до сих пор не видно. Человек тяжело работал там, человек тяжело работал там. Это тяжелый, тяжелый, тяжелый труд. И мы не видим результатов. То есть можно это сравнить с сырьем и обработкой сырья. Вот обработкой сырья и занимается культурная стандарта. Занимается цивилизация, это и есть сырьевая обработка сырья. Образование, это и есть приобретение навыков, работы со своими исходными данными. исходные данные у всех сырья. Вот Аристотель отличает просто жизнь человека дзен, не пугаетесь, читается как дзен, по-гречески дзен это жизнь, живое существо, живое существо. От эв дзен от хорошей жизни, от доброй жизни, по-гречески благая жизнь, эв дзен это состоявшаяся жизнь. И Аристотель говорит о том, что расстояние между ними есть расстояние между человеком как заданностью, то что у нас есть это сырьевое исходное данное, и тем чем мы должны стать. Человек всегда становится кем-то, человек никогда не готов сразу, человек никогда не является сырьем на протяжении всей своей жизни, материальным, интеллектуальным. То есть то чего мы хотим достичь это всегда переход от дзен до эв дзен мы говорим, что это полнота жизни, что это жизнь, которая приносит нам чувство полноты. Можно перевести по-английски как full life, наполненная жизнь. Вот когда мы спрашиваем, а что делает нашу жизнь на полную? Что делает нашу жизнь на полную? И ответ очень простой. А что делает наша жизнь на полную? Хороший такой эффект, когда уже можно так 5-6 вопросов идет. Видите, как ты я споешь за обед, дублируются его плепела голоса. Только элемент образования, только элемент сознательного отношения к жизни. не прямой доступ. Все имеем прямую, все имеем картину мира. Нет, это ошибка. Главная ошибка наша. Потому что, да, действительно, каждый из нас имеет некую непроясненную картину мира. Еще одно сложное слово, фиксируйте сложное слово, чтобы не было больше 20 сегодня. Имплицитная картина мира. Имплицитно значит непроясненная. Имплицитная картина мира нас порабощает, потому что мы такие существа, что все, что мы делаем, мы соотносим с некой целостностью. Все наши цели, поступки, рассуждения, они все всегда возникают и получают смысл в контексте целого. Например, вы сюда пришли, потом у вас какие-то завтра задания, у вас какие-то цели на неделю. Все это имеет смысл в контексте более всеохладающего целого. И вот это то целое, пусть это будет некий круг, и есть та непроясненная картина мира. имплицитная картина мира и имплицитная реальность. Она действует на нас сильнейшим образом. И чем меньше мы знаем, какова наша картина мира, тем в большем нравстве от нее мы находимся. Потому что это несознательное отношение к себе, к миру, к другим людям. Что-то действует на нас. я совершаю некие выборы, но я не спрашиваю часто, зачем, какая цель, для чего, на что это работает, в какой более целостный контекст это встраивается. Но за нас срабатывает что-то, в нас, которое истолковывает все, что мы делаем, но неведомым для нас образом. Точно так же на нас действует информация, если мы не критически к ней подходим. Информация нас захватывает. Мы в нее, вы ее выпускаете в себя и думаете, что это ваши мысли. Почему? Ну, сейчас вот, ну что, он зомби какой-то, что он не понимает, что это пропаганда. Извините, это тот естественный, наивный подход к реальности. Мне кажется, что на меня никто не воздействует. Я не хочу учиться, я не хочу культивировать свои способности. Я считаю, что я все сам и так понимаю. И вот этот прямой доступ к миру на самом деле меня порабощает, потому что вложенная в мой мозг порцией информации действует у меня так, что они подчиняют мне. Не имея навыков критического мышления, я иду за ними. Я думаю, что я так думаю, что это мои мысли. Я проверял это на многих случаях с людьми разных, молодых людей до людей зрелого возраста. И они были убежденные. Коммунисты, сегодня убежденные, националисты. потом они будут убежденными еще кем-то. И все они убежденные, все это искренне в глазах. В глазах искренности. У него не возникает вопрос, почему ты считал вчера так, позавчера так, позавчера так. Программу время смотрел человек. Газеты читал, сейчас он какие-то сайты читает. Но ситуация не изменилась. И вот этот момент, расстояние между жизнью и полнотой жизни, вот если бы мы сейчас рисовали схему, то переход возможен только с помощью сознательного отношения к себе и миру. То есть эту картину мира, которую я назвал имплицитной, мы должны уметь прояснять. То есть мы должны учить сознательно относиться к миру, к самим себе, а это невозможно без непрерывного образования, без принципа 3L. Только когда мы всегда в пути, когда мы развиваем свои способности, мы готовы постепенно пересматривать, постоянно пересматривать, как вы правильно сказали, пересматривать источники информации. Мы постоянно в пути, мы постоянно развиваемся, мы всегда меняем свою точку зрения. То есть мы пластичны. Мы прислушиваемся к основаниям, к аргументам, к авторитетным позициям, а не к спонтанным реакциям. Был такой Пол Нил, который проводил исследование в 1982 году. Он показывал, как переход от чтения книг к телевидению, тогда еще не было гаджетов, современных не было, планшетов, компьютеров, телефонов наших. В основном он имел дело еще с телевидением. И вот он провел исследование, социолог выдающийся американский. Как это поменяло восприятие человека? Он говорит, что человек, полностью воспринимающий визуальные ряды, теряет возраст. Расстояние между 12-летним и 70-летним стирается. То есть возникает феномен, он назвал это «человек без возраста». Почему? Потому что это очень пассивное восприятие информации. Не всегда, но в большей мере, пассивное. Когда ребенок читает книгу, он соучастник событий. Когда он открывает какой-то источник, когда он прослеживает сюжет. Моя любимая книга в детстве «Остров сокровищ». С 8-9 лет эта книга раз в 40 перечитывала. Определен сюжет. Я соучастник. Включается мое воображение. Я выстраиваю различные контрсюжеты. Я создаю вместе с автором в реальность. Когда я вижу видеоряд, эта реальность уже создана за меня. Я ее просто впитываю и абсолютно отключаются мои определенные способности восприятия. Если, например, фильм чуть-чуть сложнее, что происходит с человеком? Сложный фильм. Невозможно. Невозможно. Тарковский убивает. Андрей ужасно. Вот это из-за сталки. Они едут и едут и едут и вот эти гаражи ржавые вот эти все. Мы должны это 20 минут созерцать. Никто не выстрелил в ней. Никто из-за угла не выпрыгнул и никто как ни человек не поймялся значит человек там еще какой-то нету экшена. И это очень тягостно. Точно так же музыка сложная, сложный роман и философский текст. Мы говорим это непонятно, это тяжело, мозг не готов воспринимать такую скучную информацию, но надо спросить как мы готовы ее воспринимать? Мы должны расшатывать, мы должны обрабатывать это если мы не сможем это сделать, мы останемся подростками, будем смотреть как все стреляют, бегают, это компьютерная игра, вот меня это убивает, я не могу, как только я включаю какой-то фильм, посмотри Андрей, это прекрасный фильм, только прошли титры, уже начали бегать и стрелять, все, а что же будет потом два часа, то же самое, для меня это монотонная картина, это абсолютно монотонная картина, там нет сюжета, там нет сценария, там нет ничего, что наделено смыслом, вот это он говорил в 82-м году по поводу кинематографа, прибавьте сюда теперь гораздо больше охват того, что мы окунаемся в мир со всех сторон, тут планшет, тут игра компьютера, тут телефон, там значит еще, еще, и пассивность возрастает, да? Вы говорите, что в чтении книг люди думают больше, воображают, но почему появились эти телевизоры, вам нравится, потому что ускорилось время, грубо говоря, и теперь нужно меньше времени на какое-либо размышление о книгах, оно разумевает то, что ты должен долго размышлять на чем? Он должен больше. То есть это уже идет полностью вразрез с мирами, ты уже куда тебе бежать? Времени не хватает. Не хватает времени. Отлично. Они же наглые западные люди, наглые, и придумали термин 3L. Понимаете? Мы хотим быстро, они говорят непрерывное образование длиной жизни. Дайте мне в руки что-то, чтобы я уже технически владел, дайте мне техно, чтобы я инструментально что-то делал, чудеса производил. Научите за час думать, научите за час покорять других людей, заводить себе друзей, стать богатым, за час, за два, за три. Это обман. Мы должны понимать, критическое мышление должно еще идентифицировать обманщиков. Современный мир полон обманщиков, который подстраивался под наши расстроенные механизмы, ленивые, изленившиеся механизмы. Они говорят, сейчас мы тебе пункты напишем, и по пунктам ты за час научишься влиять людей, избавишься от различных комплексов. Это нужно делать, я всегда пишу схемы, я всегда привожу иллюстрации, метафоры, это необходимо в усвоении знаний, но кроме этого существует это некая вершина айсберга, это то, с чего мы или начинаем, или обобщаем, это результат уже обобщения. Естественно, вы говорите, ну быстро, да, многие вещи мы получаем быстро, многие вещи мы получаем быстро от необходимости, мы, например, читаем, мое утро начинается с прочитывания авторитетных лент, западных газет, ну, отечественных, какие авторитеты я даже не могу сказать у нас, ну, скажем, некоторые украинские газеты я тоже читаю. Эта информация авторитетная, это фактаж, какие-то цифры, какие-то события, но, опять же, отношение к ним формируется в этом ответственном процессе, понимаете, чем Игорь Дедович? Когда я воспринимаю информацию, иногда это должно быть быстро, но, когда я работаю над обработкой информации, когда я учусь ее понимать и включать в некую целостность то, что я называю пониманием, это процесс длительный, то есть нет противоречия. Ваш вопрос правильно задан, но здесь нет противоречия. Мы должны получать информацию быстро, многоразно, информации должно быть много, это процесс быстрый, но уметь осмысливать информацию, понимать, истолковывать, встраивать какие-то общие картины, это длительный процесс. Они должны сопутствовать друг к другу. Мы не должны всю жизнь читать только в поисках утраченного времени по-французски. Читаем, читаем и тратим время. Но роман невозможно, сюжета нет, человек тратит время. Но эти романы написаны для другого, они нас воспитывают, они воспитывают вот эти наши сырьевые пазмы. Информация быстрая должна быть. Должны быть навыки быстрой перестройки. Например, я могу привести вот свой пример. У меня часто возникают какие-то проекты. Что-то мне предлагают, что-то мне нужно написать, статью или монографию. Часто были определенные ситуации, когда мне давали грант, или мне нужно было провести где-то семинар специальный, не наш с вами, специальный, по Фоми, Камп, еще каким-то современным авторам. Перед специальным методом должно быть умение за неделю, за 4-5 дней сконцентрироваться и те знания, которые у тебя рассыпаны были по разным источникам, свести воедино. Мобилизация, мгновенная мобилизация. Должны быть навыки мгновенной собранности, когда ты должен, во-первых, для себя прояснить проблему, максимально ясно ее представить, максимально ясно описать сюжет того, о чем ты будешь говорить. И если ты для себя это понял, ты можешь сделать это понятным для других людей. Это моментальная концентрация. Но эта концентрация результат длительного процесса обучения, опять же, длиной жизни. Ответил на ваш вопрос, это нужно совмещать. Что-то приходит к нам быстро, но без длительного процесса, вы же хотите дольше прожить, а если жизнь это образование, то чем дольше, тем лучше. Чем дольше, тем лучше. Итак, вы видите, время, я говорю очень быстро, почти без пауз, но время имеет другую природу, чем наше сознание. Наше сознание требует остановок, вопросов, ответов, чтобы что-то осталось в голове. Я это просто знаю, потому что я в многих аудиториях и я это прекрасно понимаю. Если мы говорим быстро, час двадцать, останется два процента. Начало и конец. Или вот ваш вопрос. Больше ничего не останется. То есть умение рубрики производить, упаковывать очень важно. Поэтому я вернусь к тому, что я сказал. Итак, три шага я сделал. Пересмотр того, что такое образование на рубеже двадцатого и двадцатого веков. Изначально энтузиазм по поводу онлайн обучения сошел на нет. Мы сознаем важность онлайн обучения. Сами им пользуюсь. Но сегодня возникает ситуация совмещения разных источников, разных способов получения образования. Второй момент мы сделали. Возникают новые навыки. Эти новые навыки формируются не за год и не за два. Эти новые навыки критическое, творческое мышление, аналитика, умение обосновывать и некие личные качества. я сделал третий шаг и сказал о том, что сегодня распад мировоззрения. Сегодня молодые люди и немолодые люди, которые получают информацию, у них распалась картина мира. Нет общих стандартов. Вот эта фрагментаризация нашей личности не дает нам собрать в целом эту информацию, не дает нам некие целостности, которые придают смысл всем, чему мы делаем. Дальше я сказал, что эта целостность все равно каким-то образом существует, но она неосознанна, это импринципная реальность. Она действует на нас. Мы не знаем, каким образом она действует. У нас спонтама сложилась, как правило, под внешними влияниями. Если мы сами не задействуем себя, сознательно себя образовываем, то кто-то это делает за нас. Все равно человек не может оставаться пустым. Кто-то нас все равно формирует. вопрос в том, кто это должен быть и как сознательно относиться к себе и к другим, как выстраивать сознательное отношение к миру. А это, мой тезис был четвертый, предполагает экспликацию картин мира. Сознательное создание своего мировоззрения, когда мы экспликация, то есть прояснение мировоззрение. Когда мы сознательно мы как художники описываем картины, создаем и реконструируем. Конструируем мир. Если первая картина мира была неосознанной, имплицитной. Вот эти два слова сложные, пусть у вас останутся. Имплицитная реальность, то есть неосознанная, скрытая от нас, действующая на нас скрытым образом и эксплицитная. Когда эксплицитная проясняет, делать понятным, строит свое сознательное отношение к жизни. Гуманитарные науки на это настроены. Суть гуманитарных наук именно в этом и состоит. Культура, искусство и науки гуманитарные в этом и состоит. Оно обрабатывает мозг, наше сознание не на решение каких-то технических задач, что очень важно также, а также оно рисует эту картину мира. Скажем, если мы получаем техническое образование, у нас развивается определенная важная надобность. Но чтобы встроить его в картину мира, технический ум требует гуманитарного дополнения. К этому сейчас приходят многие американские коллеги моей очень авторитеты. Они это понимают. Отсутствие картины мира общей делает технический ум опасным. Потому что он действует фрагментарно. Он решает конкретную проблему. но чтобы встроить ее в более широкий контекст нужен другой подход. Вот это четвертый момент. И теперь я хотел бы довести к пятому шагу. Есть еще вопросы по ходу может быть. Когда лекция чуть будет и мы диалог включаем в сам курс. Понятно, что значит скрытая картина мира им лицезен. Почему мы имеем эту картину мира? Вот теперь мы призовем помощь учителя нашего Аристотеля, которому в этом году 2400 лет исполняется. В институте философии будет 14 июня. Целый день мы будем возвеличивать его, курить муфимиамы, молиться на его бюст. И его метафизика, в собрании разных текстов начинается загадочной фразой. По аннотации к нынешнему семинару вы это прочли. Звучит вызывающе. все люди по природе, фюсии, по своей природе, стремятся знать. Можно перевести это так, все люди правны, знаты. Используется глагол эйденай, такое знание целостное, видящее знание. Этот вопрос странный. странный. Неужели все люди по природе стремятся знать, что он этим хочет сказать? Аристотель также утверждает, что нас от животных отличает некая базовая способность. Эту базовую способность он называет греческим словом логос. Это и слово, и речь, и высказывание. Например, животные обладают сигнальной речью. Сигнальный язык это что? Это жесты, запахи и звуки. Они передают информацию через жесты, запахи и звуки. Например, дельфины очень сложная информация. Многие виды приматов очень сложная информация с помощью звука. Но мы передаем информацию другим путем. Все, что мы называем знанием, стремление к знанию, всегда опосредованным. Сделаем с Аристотелем два шага. Сейчас это будет такой двухминутка философская, потом я уйду от этого, чтобы вас не перенапрягать. Что это значит? Что такое обладать логосом? Можно перевести как речь и мышление. Речь и мышление синонимы, потому что греческий логос это и то, и другое. Когда ладиняне перевели, у них получилась рацию. Это уже суженное понимание логоса. речь мышления отличия от животных. А что такое речь? Умение создавать общие понятия или абстракции. Звучит скучно. Существо, создающее абстракции. Что это такое? Такие абстракции, как человек, мир, сознание, дух, хорошо-плохо, справедливо- несправедливо, прекрасное, безобразное, истинное, ложное. Это все сильное абстракции. Понятно, что такое абстракция? Я называю это базовыми развлечениями в своих книгах. Истина, ложь, справедливое, несправедливое, добро, зло, прекрасное, безобразное. Большое. Вот такие развлечения базовые, на которых строятся все наши практики. Он хочет сказать, что это дает таким существам, как мы, большую силу, в отличие от живого. Поскольку мы наши практики, то есть то, как мы взаимодействуем, живем, воздействуем на мир, все наши практики имеют некий фундамент и эти базовые абстракции. Мы на них основываем все, семью, государство, право, науки, истина, ложь, обоснованность, проверка. Двигаясь дальше, он говорит, этот логос, создавая абстракции, позволяет нам все, что мы делаем с миром и друг с другом, обвлекать слова в предложение. А совокупность предложений называют ученые дискурсом, таким ругательным, грубым словом. Дискурс это ряд высказываний, ряд предложений. Вот как человек относится к миру. Слова складываются в предложении, в речи, а последовательные предложения это дискурс. Слова предложения дискурса. То есть это множественность предложений. Слово предложение группа предложений. Дискурс это группа предложений. И вот все, что мы делаем у себя с практикой, колоссальная способность создавая абстракции, мы всегда ставим под вопрос основания нашего существования. Человек всегда проверяет, обосновывает, опровергает, критикует Основание своего бытия Основание своих практик Чего не может живот Вот эта великая способность Вести логостное бытие Создает необычный динамизм Всему нашему существованию И если брать всю цивилизацию нашу Всю культуру, все развитие Мы видим, что мы постоянно перепроверяем Основание нашей жизни Что-то вбрасываем как устаревшее Привляясь какие-то новые вещи Но все, что мы создаем Это некие условия На которых мы ставим Все наше бытие Обоснование, критика, прояснение То есть мы живем с помощью того Что с помощью логоса Относимся к миру А совсем по-рубому А это значит Это я завершаю толкование фразы Аристотеля Что стремление к знаниям по Аристотелю Совершенно биологическое Для человека расследование Биологическое Стремление к знаниям Это постоянная открытость Миру Открытость будущего Мы никогда не останавливаемся Скорее так Наши биологические задавки То, что мы пользуемся логосом Создает нам возможность Всегда быть в пути Всегда менять формы нашей жизни А меняя формы нашей жизни Мы меняем само наше бытие Здесь мы можем построить такое соотношение То, что он называет Все люди стремятся к знанию Можно и человеческое бытие Образование Опосредованное логосом То есть нашей речью В логосе вся наша цивилизация Картины, музыкальные произведения Научные трактаты Бизнес-проекты Общение друг с другом Это все логос И вот это наше бытие Показывает Нескончаемую перспективу развития Образованный человек Открывает бесконечность Своего сознания И бесконечность реальности Образование человека Делает смирение И открытие тайны Тайна состоит в том Что в нашем теле Которое Исклеет Которое исчезнет Которое похоже на Другие телесные вещи Есть что-то Что выходит за уровень Этого тела И открывает в себе Беспредельное измерение К развитию И это беспредельное изменение Открывает также реальность Которая также безгранична Цитируя Псалом Эта бездна перекликается с бездной Наше образование Это мост над этой бездной Это путь Никогда не может быть завершен Мы открываем в себе Потрясающий потенциал Потрясающую глубину Неисчерпаемость Нашего сознания Неисчерпаемость Этих ресурсов Которые мы называли сырьевыми Неисчерпаемость Но что это означает? Это означает, что мы Получаем полноту бытия Только в процессе Непрерывного этого путешествия Сделаем маленькую паузу Как эти слова переводятся? На все языки мы говорим Образование Откуда это? От влияния немецкого языка По-гречески это Пайдеи От слова Вести ребенка Пайдо с ребенком Педагогика Это Пайда говгир Мы просто по-другому читаем Педагогика Все у нас ребенка А лакиняне Будет очень сильный термин Они нации юристов и воинов Они говорят формацию Вот что такое образование Придание себе формы Мы бесформенные Когда рождаемся Мы только готовы Принять форму Цивилизация дает нам форму Дает нам смысл Формацию И отсюда немецкое Bildung По слову Bild образ И именно влияние немецкого На русский Образование Слово образ Создание образа Украинское слово Освита Связано с просвещенческими Интуициями Просвещение светом Освитний процесс Освитность Это что означает? Освитность это еще мы Больше свитла Больше солнца Тобто не знание Это темрявое Знание Это максимальное Светло Выключим светло И будем универнуться Светло Дает нам возможность Больше фреориентоваться И поэтому мы приходим Последнему нашему шагу К принципам построения Мировоззрения Вот здесь как раз Сейчас мы Надеюсь будем Еще это обсуждать В беседе Но Картинка, которую я вам написал Должна дать подсказку Что значит Принципы построения Мировоззрения Ведь Моя задача Дать ключи И указать на источники Я подчеркиваю Что я не даю вам информацию Я создаю некий контекст Некое обрамление Когда мы говорим О мировоззрении То что уже мы можем сказать Кто может Какие-то уже И подбросить идеи Что значит Что мы сознательно подходим Да, пожалуйста Мы задаем вопросы Мы задаем вопросы Конечно То, что вы делаете Очень успешно Безусловно Вся философия начинается с вопросов Философия начинается с удивления Это еще говорил его учитель Платон Как правильно сказано Говорит Арестер Философия начинается с удивления Вот начинаем с базовых вещей Вопрос Вопросы Удивление миром Удивляющийся человек Он похож на Светящегося вдохновенного человека Когда он удивляется Он открывается весь И затрагивает его полностью Удивление И когда мы спрашиваем Главный вопрос образования Главный вопрос построения мировоззрения Что создает вопросы Что создает ситуацию удивления Вот базовый вопрос Я его кратко уже понял Интерес Вопрос Это есть проблема Вопрос Это есть проблема Часто мы И в украинском языке Это очень развязываются Пытания Украинское питание Цепи проблемы За питание Проект проблемы Квестию по-латыни Вопрос Удивление Это возникновение Интереса Интерес Я намеренно Ухожу От слова Паразита Который Сегодня распространился В небывалых Я занимаюсь Холастиками Нравится Это слово Сейчас каждый Из урны Слышно Это слово Из рельсы Трамвая Поют Это слово Мотивация Мотивированный человек Мотивация Утюг и трамвай Говорит мотивация Я уже умолкаю Поэтому я употребляю слово Интерес Заинтересованность Хотя это слово Важное Просто Надо некоторые слова Замалчивать Чтобы Не гнев Богов Не вызвали Интерес Или интерес Вот здесь Возникает вопрос Проблемный Для онлайн Образования В чем Дафна Холлера Признается Она говорит о том Что онлайн Образование Не может Создавать Интерес Или Если создает То это В меньшей Мере То есть Когда мы Заходим в интернет У нас уже Есть определенный Интерес И естественно Что может быть Лекция вызовет Интерес Может быть Интервью С каким-то Человеком Но интерес Предшествует Поиску Мы ищем Только тогда Когда мы Уже сформировали Вопрос И возникает Очень важный Вопрос Для образования Для мировоззрения Кто создаёт Интерес При каких Условиях Он создаётся Включевой Вопрос Итак Интерес Ключевое В том Что без А кто Формирует Интерес Если только Мы То возникает Определенно Замкнутый Круг Например Когда Я говорю Мне это Интерес Часто Повторяю Этот пример Когда Студент Говорит Что мне Это Неинтересно Я не буду Это читать Мне это Интересно Я не буду Слушать Это Неинтересно Но Ему Всего Лишь 14-15 Лет Шесть Студент У 17-18 Мой Вопрос Всегда Ему Знаешь Ли Ты В чем Состоят Твой Интерес Знаешь Ли Свои Интерес 13 лет Интерес 17 лет Интерес Это Одни А Принцип 3L Предполагает Образование Двинует Жизнь И вот Присмотримся Теперь К школе И университету Школа Университет Дают Сегодня На 90% Образцы Того Что значит Получать Образование В большинстве Случа Это Плохие Образцы Плохие Примеры К сожалению Поэтому Выбор Университетского Образования Он носит Элемент Случайности Хаотичности Вы понимаете Что Если Людей Более Старше Я поступал 4 раза И это Очень длительный Процесс И Присугал Зрелом Возрасте Мне было 22 года Когда я Пришел На первый курс Сейчас Приходит 17-летний 18-летний Молодой Человек Девушка Приходит Она Не выбирала Факультет У нее Еще нет Интереса Она Даже Не выбирала Этот Вуз Часто Ее Туда Родители Приводят В школу Приводят Родители В университет Приводят Родители Какой Эффект Возникает Случайности Я Не сам Выстраиваю Своё Мировоззрение Не сам Выстраиваю Своё Образование А я Попадаю В некую Ситуацию Меня Туда Попарили Бросили И Когда Я Начинаю Осваиваться В этой Ситуации Я Начинаю Говорить Себе Далась Мне Эта Биология Зачем Мне Эта Германистика Какой Ужас Эта Философия И Человек Начинает Страдать Я Вижу Как он Страдает Шесть Лет Страдает Ужасно И Начинает Тебя Ненавидеть И Ты Пытаешься Заинтересовать И Так Вот Смотри Маша Это Кант Потрясающий Наш Учитель Аристотель Все Люди Снимаются К знаниям Смотришь Более Хмурый Человек Снова Хмурый Начинает Тебя Ненавидеть Клядому Шестому Курсу Почему Потому Что Он Пришел Не Туда Нельзя Создать Интерес Искусственно Мы Можем Помочь Как бы Растуть Этот Интерес Усилить Интерес Но Мяч На стороне Того Кто Учится И Если Человек Попадает Не Туда То В таком Случае Он Обречен И Что Получается Человек Случайно Попадает В школу Он Не Выбирает Своих Учителей Чаще Всего Его Учителя Его Не Одовлетворяют Попадает В университет Где Все Прилаги Кажутся Ему Врагами Это Скучно 6 Лет Он Убивает Время И Возникает Ситуация 11 Плюс 6 А сейчас 12 Нам Хотят Лет Вести Вообще Гвоздь Уже Забьют 12 Плюс 6 18 Лет А родители Толкают Давай Экспиратору Еще Давай Давай Все Жмают Кандидатом Наук Еще Три Гоза Плюс 3 21 Год Человек Занимается Тем Что Ему Не Интересно Не Нужно Его Убивают Складывается Его Отношение К Образованию И Знанию Как Чему То Абсолютно Скучному Браждебному И Разрушающим Он Не Берет Это В Свои Руки И Поэтому Те Кто Сформулировал Принцип 3 Л Как Раз И Говорят О Том Что Это Единственное Спасение Современного Мира Оно Состоит В Том Что Во-первых Усложнение Информации Усложнение Мира Требует Постоянной Способности Менять Направление Интересов Постоянная Способность Переквалифицироваться Менять Стратегии Развития И университет Будут только фрагментами Общего пути Образования Только фрагментами Они не будут Неудавшейся попыткой Разбитым сердцем И приобретенными Неврозами И я всегда советую Студентам Вы пришли Вы осмотрелись Пришли на первый Второй курс Уходите Уходите Из философской Факультуры Если вы чувствуете Что это не ваше Вы обязательно Уходите Вы тратите время У вас Громадные Перспективы Но почему люди Не уходят Страх Выпасть Страх Быть инициативным Мы говорим Мир должен быть Миром активных людей Люди ломаются Уже в самом начале Своего развития Они не готовы Менять направление Своей Деятельности Своих интересов Потому что Они не знают Что такое интерес Вообще Поскольку Никто не Пультировал В детстве Никто не Подхватил Из этих людей В более взрослом Возрасте Люди Становятся Потерянными Люди становятся Пассивными Поэтому Вопросы Удивления Вот Начало Пути Это наше Как бы Топливо Не хочу Сказать Бензин Не хочу Сказать Нефть Потому что Мне очень нравится Илон Маск Который сказал Зачем Люди Жгут Жгут Нефть Если можно Использовать Электричество Зачем Люди Используют То-то-то Если можно Это заменить Назвем Это нашим Электричеством Назвем Это нашей Энергией Вот Это Наша Энергией И Здесь Главный Момент На котором Мы сейчас Переточимся И его Рассмотрим Позволяет Нам Совершать Этот путь Без Завершения То-есть Непрерывное Образование Или как правильно Лучше перевести Образование Длиной В жизни Предполагает Что я могу Менять Сам Но тогда Меняется Сама Структура Скажем Если Я рисовал Схему Традиционного Образования Начнем С этого Итак Если Здесь Учитель Носитель Информации То Здесь Преподаватель Учитель Превращается В человека Консультирующего Дающего Только Направление К информации Он Направляет К информации Он Не дает Информацию А он Создает Интерес И направляет К информации Если Интереса Нет Мы Ничего Не сделаем Слушателями Студент Второй Момент Я Не буду Час Выписывать Вы Можете Себе Так Структуру Создавать Традиционное Образование Информации Приходит Слушатели Студенты Воспринимают От преподавателей В основном Для них Преподаватели Главные Субъекты Обучения В то время Как Триэл Предполагает Взаимодействие Между собой Групп Людей Взаимодействие Действие В группах И Первый Пункт Преподаватель Консультант Дающий Ключи Направляющий К источникам Он Должен Обладать Навыком В этих Группах Создавать Такую Наэлектризированную Ситуацию Порождение Знаний Порождение Интересов Дальше Они должны Так взаимодействовать Чтобы возникало Поле Напряжения В этих Группах Потому что Лекция И слушание Лекции Это напряжение Не создаст Нужного Третий Момент Очень важный Оценки Зачеты Экзамены Тесты Рассматриваются В традиционной Системе Как Конечный Пункт А ну Давай Теорию Познания Экзамен Сдал Все Там Германистика Сдал Ушел Мы прошли Канты Мы прошли Там И так далее Мы прошли Там Какие-то Вещи Связанные С Политехническими И так далее Здесь Тесты Только Переключатели Для дальнейшего Интереса Я Выстраиваю Стратегию Для дальнейшего Интереса Тесты Это Не Окончание А Переключатели Дороги То есть Я прихожу Какой-то Дороге Я Себя Испытываю И понимаю В каком направлении Мне двигаться Дальше Что Менять Менять направление Развития И так далее И так далее И так далее Это очень Важный момент И наконец Еще один момент Который Следует Отметить То что Учитель Традиционный Преподаватель Человек Который Получил Образование В молодом Возвращении Читает Одни и те же Курсы У нас Украина На западе У нас Пожелтевшие Странички Читает Лет 30-40 Слушатели Студенты Которые знают Уже Гораздо Больше Уже Литературу Читают На главных Странах Языка А он Дает Какого-то Асмуса По философии Чанышева Куча Источников Называется Переквалификация Вроде Учителям Я слышал О том Что учителя В школах У них Квалифицируются Дальше Вы тоже Слышали Но это В основном Условность В принципе 3L Сам Учитель Сам Преподаватель Становится Учащимся Он Никогда Не перестает Учиться Этот Принцип Использую Я Сам Я Также И Учащийся Я Всегда Берусь За новые Проекты Берусь Встав Вновь Менять А Направление Своих Исследований Совмещаю Разное Направление Исследований Для чего Для того Чтобы Никогда Не останавливаться И постоянно Быть В курсе Тех вопросов Которые Сегодня Интересны Их Важно Решить Но это надо делать так, чтобы не встраивались в предыдущие проекты, чтобы все, что ты делал, я говорил это на прошлом семинаре, встраивалась в некую целостность. То есть вот меняется эта структура. Ну и, наконец, сейчас мы подходим к беседе с вами, мы вынуждены поставить здесь три точки. То, что мы называем мировоззрением, создание сознательной, целостной картины, которая позволяет нам все время двигаться. Пока на этом поставим троеточие. Сейчас попробуем прояснить то, что я уже сказал. Пожалуйста, какие вопросы возникают. Проявите активность, чтобы... В чем минус текст? Думайте, пока вы думаете, кто-то может есть некий страх или какая-то скованность. Как все-таки выстроить мировоззрение? Как выстроить мировоззрение? На большинстве вопроса это звучит разгром. Как построить мировоззрение, как выстроить именно эту цепочку понимания мира ползан? Говорю кратко по тезисам. Первое — это сознательное отношение к тому, что ведет омурок. Выстраивание сознательного отношения к реальности. Второе — оценка своих возможностей, преимуществ и недостатков. Понятно, что мы должны, наблюдая за собой в этом процессе, понимать, где наши преимущества. Делать ставку на них. Третье — соединять в процессе выстраивания мировоззрения все свои способности, не только интеллектуальные. Зрительные, слуховые. Стараться задействовать полностью целостно все свои чувственные интеллектуальные способности. Четвертый момент — это подбор консультантов, подбор мастеров, которые могут помочь вам в том или ином шаге. Это очень важно. Осознать нужно то, что самостоятельно очень сложно сделать быстрый старт. Очень сложно пройти более краткий путь, потому что это будет путь, и проб и ошибок он удлиняет. Поэтому знать свои преимущества, подойти к образованию целостным образом, что позволит вам критически развивать свое мышление, критически развивать способность мыслить, способность спрашивать и отвечать. И то, что позволит вам сформировать ваши интересы, сейчас я приведу пример, и своей жизни, чтобы было более визуально. И, наконец, постоянная перепроверка своей картины мира, постоянное испытание того, что вы считаете истинным, правильным, справедливым в себе, в других людях и в мире. Готовность меняться. Мировоззрение тогда глубоко и прочно, если вы готовы все время меняться. Если у вас затвердевший, законсервированный взгляд на мир и на вещи, это может вас сломать. Я видел это на многих примерах людей, которые ломались, и говорят, моя картина мира разрушилась. Многие люди старшего поколения. Все рухнуло. Почему? Потому что она законсервная стабильна. Потому что вот эти вещи, которые я сказал, они не выработаны человеком. Они не выработаны. То есть вот это умение, которое делает наш опыт каждый день, каждую неделю, каждый год максимально полным. И еще я советую, есть практические советы. Постоянно наблюдайте за собой и ведите записи каждого дня, каждой недели, каждого года. Дневник. Дневники. Это обязательно. Если вы не можете каждый день записывать, что там нужно записывать? Все свои впечатления, разговоры с другими людьми, ваши планы, то, что вы еще сделали, то, что планируете сделать. Вы увидите, что когда прошел год, я как практически советую, что я его давно испытал, вот когда я беру, например, какой-то год, 12 или 13, когда я листаю этот дневник, когда год завершается, но листаю, я вижу, насколько наполнен был этот год. Если за собой не наблюдать, кажется, что год прошел куда-то, сквозь песок вода ушла. Впечатление, что год ничего не произошло. На самом деле, у вас в жизни происходит каждый день очень много важных вещей, но вы их не связываете между собой, вы не помните о встречах, разговорах с другими людьми, вы не помните ваши впечатления, описываете ваши впечатления. Вплоть до простых вещей, вот вы два-то едете, вы даже что-то пробуете, какое-то блюдо, или встречаете с кем-то, говорите, видите с фильмом, или читаете книгу. Прочитанная книга без обсуждения с другими, это плюс дневникам, записываете свои впечатления, постоянно обсуждаете с близкими людьми, я говорил это на первом семинаре. Это есть активная форма освоения знаний, постоянное обсуждение книг, фильмов, своих впечатлений, своих именений, не злоупотребляй, значит, проблема на другого состоит, а именно свои наблюдения, свои впечатления. Вот это и та интерактивность и позволит вам выстраивать эту общую картину. Дневник вас дисциплинирует, вы видите вашу жизнь связанную, видите начало и концы встречи, впечатления, обсуждение с другими всего, что вы получаете, в чтении, восприятии через интернет и так далее и тому подобное, в музыке, в чувствах, во многом другом. И это все позволяет вам создавать такую мозаику впечатлений, вписывая их в некий общий сценарий. Да, пожалуйста. Имеет ли значение, будет ли это запись или это будет, скажем, фотография? Имеет ли значение то, как будут изложены эти информации? Нет, ну, видите ли, писание имеет преимущество. Еще раз говорю, фотографии нужно дополнять. Можно, вы можете записывать это на телефон, диктофон, да, какие-то совпечатления, они могут быть в звуковой форме. Но лучше всего, когда вы, прожив шумный день или шумную неделю насыщенную, уединяетесь хотя бы на полчаса в абсолютной тишине. Берете экран, планшет или красивую записную книгу и в этой тишине как бы создаете результат после словия к прожитому дню или неделе. В этой тишине рождается рефлексия относительно того, что вы пережили, что вы испытали. Маленькую картинку. Маленькую картинку, да, да. Это очень важно, потому что когда люди просто читают, смотрят, но не рефлексируют, нет дистанции осмысления, то это все уходит, оно не остается. Всегда нужно делиться впечатлениями, если не с кем записываете свои впечатления. Эта запись создает дистанцию и вот этот логос а сами предложения, вот я хочу это добавить, когда вы составляете предложение, вы ваши эмоции и мысли на первом семинаре облекаете форму артикулированных предложений. Это и есть достояние образованного человека. Перевести ваши мысли и эмоции в логос, язык, предложение, дискурс. Это и есть главное мастерство образованного человека. Описать, описывая, мы становимся властителями наших мыслей, наших чувств. Если мы их описываем, структурируем, мы ими владеем. Если мы описываем свою картину мира, мы сознательно к ней относимся. Если же мы в ней пассивно гибнем, тонем, то у нас не возникает этой ситуации сознательного отношения. Проверьте это на себе. Вот проверьте хотя бы какую-то книгу, прочтите на две странички ваши впечатления или с кем-то поговорите, перескажите. И спросите, а ты что читал? Сейчас не говорят вообще о книгах. Ну что ты смотрел? Хорошо, в какую игру компьютерную, как тебе понравилось, какой там сюжет? Ну и так далее, и так далее. Еще вопросы, пожалуйста, может быть, потому что у нас время. Может, еще у кого-то активность, чтобы была активность. Да, пожалуйста. Как вы, на прошлой этапе семена и вы говорите по поводу того, что мастера это просто для нашего все. То есть это подвластивая то, что мы должны обязаться для того, чтобы проявлять наше мировозгрие и потом впоследствии разучить, например, размышлять и тогда устроить эти мировозгрики. Но, так же вы сказали, что вы хаотично попадаете в школы, в университеты, собственно, эти мастера попадают в футбол, по-другому. Случайно. Да, случайно. Случайно. То как понять вы это учите и действительно стоит ли его слушать? Начинаем от физиологии и заканчиваем сознанием. На уровне физиологического уровня ты чувствуешь, не обязательно ты должен видеть его вживую, ты можешь увидеть в Ютьюбе интервью или просто трехминутное рассуждение увидеть лицо, руки, тембр какого-то человека. Ты понимаешь, что этот человек порождает в тебе желание обучаться, думать, рассуждать, ставить себе амбициозную цель. Этот человек действует на тебя благотворно. Он тебя вдохновляет, создает твой интерес. Этот человек создает это поле, напряженное поле поиска. А есть другой человек, который тоже может быть блестящим, прекрасно образованным, но не возникает этих флюидов, не возникает этого обратного воздействия. А у другого человека, например, у вашей возникает, у вашей сетки возникает. И поэтому, говорят там, студенты, слушатели, вот это вот, ну я вот не могу. А другой говорит, так вообще я его слушать не могу, ужас какой, скучно, невозможно. Потому что разные отношения. Вот этот принцип трехмила, о котором еще один я не говорил, он включает то, что люди, они могут постоянно, постоянно создавать индивидуальные планы. Когда мы работаем в группах, я сказал об этом вначале только кратко, мы видим психологию и определенный строй сознания каждого индивидуального. Что сейчас университет? Большая аудитория, я с ним читаю, все разные. Ко мне подходят студенты, а я говорю, видите, у меня есть время, у меня следующий лет. А потом у меня туда боятся, бегут туда, делают то. В университетах западных больше времени на общение индивидуальное. Большая часть профессора и доцента времени общения. И поэтому вот то, что вы говорите, как найти флюиды, ощущения эмоциональные, будет мысль, будет интерес и выведите в этом смысл. Потом, может быть, интерес пропадет через там какие-то 3-4 месяца. Если вы человек увлекающийся, вы возьмете все от этого человека, потом его забудете. Он оставит след на каком-то уровне, на каком-то этапе вашей жизни. Но я хочу сказать, что люди это единственное, что оставляет сильный след в нашей жизни. Осматривая свою жизнь, вот назад, как бы, 46 лет в моей прожитой, я вижу, что главное богатство это встреча с живыми людьми. Вот они меня направляли. Начиная от моего деда, например, который поощрял мое писательство в 7-8 лет. Вот это у меня есть интервью, где меня спрашивают, как я пришел к философии. У меня сейчас нет времени об этом говорить. Там в фокусе было, на моем сайте есть. Я просто показал, как много случайных нитей, на первый взгляд, незаметных, создают этот интерес. Ваш вопрос, как создать интересы, линий много и вначале они незаметны. Мы их осоздаем потом, уже когда интерес возник, когда мы уже идем в пути, находимся. Наше умение понять, и тогда мы можем создать интерес другому человеку. Одно что-то не создает интерес. Это целое сплетение разных, абсолютно второстепенных, незаметных, иногда даже ненужных, непонятных событий, случайностей, встреч, слов, просто слов произнесенных. Маша, ты молодец. Маша, потом становись нобелеским лавиатом. Да, пожалуйста. вы слушая, с вами говорится так, потому что жизнь понимается не дай назад, а жизнь ее надо вперед. Насколько осознанно, вот это ключевое слово, которое я в себе в голове выкладывается, сколько можно создать осознанность жизни впереди. я услышал ваши инструменты, которые вы говорите, про дневники, про дискуссии, и это важно. Но если мы говорим, что у истока стоит слово и интерес, если мы говорим, что это создается интерес хаотично, то можно ли как из инструментов перейти в осознанную жизнь, двигаясь вперед, понимая, что вы не понимаете как мы ее не затвердят. Тяжелый вопрос, а тяжело сураживать. Нет, он прекрасный, для меня он не тяжелый. Очень интересный вопрос. Я сразу реагирую кратко на каждый из элементов. В первый момент действительно мы можем понять, что такое интерес задним числом. Вот как мой пример с влиянием деда, отца и так далее, этих разговоров, поощрений. Но сознательно это значит, когда, вот технически я объяснил, когда мы выстраиваем дистанцию, начали книгу, что-то увидели, что-то пережили, что-то ощутили. Нам нужно это посредовать с помощью предложений, высказываний, обсуждений. Но ваш вопрос был более важный о будущем, сознательное планирование будущего или некую стратегию своей жизни. Вот здесь я хочу подчеркнуть, что много нынешних вот людей, которые вот тренерами себя называют и так далее, они, их ошибка в том, что они хотят нам дать некий проект жизни. Это самая страшная ошибка. Потому что мы должны давать только ощущение необходимости пути. жизнь. на первом семинаре об этом говорил. Жизнь полна, если каждый следующий момент для меня не создает что-то новое. Создает что-то новое. Скажем, мы ставим какие-то цели, которые мы достигаем, и тогда мы успокаиваемся. А это цели, которые мы никогда до конца не достигнем. Это цель прожить полную жизнь, наполненную осмысленную жизнь. Это значит, графически изображу, что, скажем, пройдя некий путь в каком-то пункте А, мы можем останавливаться, осмысливать через дневники, разговоры, рефлексии, и тогда возникает направление в какой-то путь вверх-вниз, значит, вниз жизни, а имеется в виду какие-то другие дороги, пункт Б. Мы еще не знаем, куда мы должны двигаться, но если мы встраиваем все эти линии разные в единый рассказ, в единый сценарий, мы всегда понимаем, что возможно так, возможно сюда, возможно сюда, это будет цель, один, два, три. Но каждый поворот жизни для нас неожиданен. И часто те цели, которые мы ставили, доходя до пункта Б, они нас вдохновляют, но они открывают, когда мы достигаем перед нами другие перспективы, абсолютно другие. Мы не распоряжаемся своей жизнью, как гончар распоряжается своими изделиями. Мы не можем лепить свою жизнь. Мы можем только двигаться, всегда не уставая, всегда целеустремлённо, всегда открыто к миру и к людям. Это помогает нам быть постоянно в пути и создавать себя нового, на новой фазе своей жизни. Кто это обучился, я говорю сейчас грубо, это надо на примерах, чтобы вы поделились своими, я поделился своими примерами. Потому что это на уровне принципов только. Но это и есть наша внутренняя сила, это то, что нас делает твёрдыми, открытыми, творческими, стойкими во всех ситуациях. Мы испытывали много тяжёлых ситуаций, мы не опыт их преодоления. Любая сложная ситуация открывает нам новую перспективу. Мы себя ставим под вопрос, мы ставим себя под знак вопроса, мы понимаем, что и прекрасно, что так тяжело, что-то разрушилось и прекрасно, всё смертно, все вещи уходят, но я остаюсь, остаётся мой путь, я иду дальше. Вот представьте себе, давайте пример художника. Мой отец был художником, я был первой частью художника. Представьте, я пишу картину, и так в неё влюбляюсь, ну не могу, она должна стоять, каяться, и всё, я буду писать только такую-такую картину. Полностью себя выплюстил. Что делает художник? Отставляет, продаёт, дарит, всё, другая картина. Что остаётся? Творчество. Остаётся порыв творческий. Картины пишутся и отдаются, выбрасываются, дарятся аукционы, и прочее, прочее, прочее. Картина это не воплощение творчества в конечном пункте. Главное творчество. Книги рождаются, книги опустошают, напишешь новые книги. Также новые люди, новые впечатления, новые встречи. Это всегда даёт нам внутреннюю молодость. То есть, ответ на ваш вопрос, мы не можем полностью планировать своё будущее, но если мы научились путешествовать, то мы всегда встретим любое будущее во всеоружии. Мы всегда понимаем, что мы должны двигаться дальше, и дальше будет ещё интереснее, потому что у нас уже есть большой опыт. Ну, тогда, согласно с моим ответом, что осознанность необходима только в полу. То есть, она может быть задним числом, но она даёт нам уже опыт на будущее. У нас уже возникает больший багаж. Например, вы впервые посетили какой-то европейский город. Это ваше первое яркое впечатление. И встретили первого яркого человека. Когда вы осмыслили встречу с ним, и когда вы ознакомились с этим городом, вы двигаетесь дальше, у вас возникает опыт путешествий, опыт знакомств, опыт общения с другими людьми. И любая новая личность, любой новый человек, любой новый город, новая картина, новое музыкальное произведение, оно встраивается в ваш богатый опыт. Вот что остаётся. Опыт путешественника, опыт странника, человек странник, среднековый термин, homo viator. Это будет такой термин, который может завершить нашу с вами краткую встречу. Так, по-латыни пишется. Homo viator. Как бы удел смертного человека, считали среднековый мистики, среднековый философ. Человек путешествующий. Он никогда не останавливается. Потому что его путешествие заканчивается только с этой земной жизнью. Как только он остановится, он перестаёт жить, он перестаёт развиваться. Хорошо, может быть сейчас я посмотрю, у нас ещё время. У нас ещё есть 10 минут. Может быть ещё вопросы? А что является базисом мировоззрения? Например, природное предпочтение человека, социум, духовные потребности какие-то? Может ещё какие-то пункты? мировоззрения или подобные сроки не говорится? Мой принцип тот, что ничто не может быть изолировано и ничто не должно из этого перечисленного рассматриваться как единственный источник. Нет, я имею в комплексе. В комплексе. Мы должны понимать, что есть стандарты. Вот когда я говорил о картине мира, то есть университет всегда обязан давать стандарты. Вот когда мы хотим выражать свои мысли, вот я сейчас пример конкретно приведу, мы ведём дневник, мы пишем небольшое эссе, мы описываем свои эмоции другим людям. Но как мы это делаем? Мы учимся у мастеров. Поэтому мы читаем поэзию, мы читаем лучшие образцы мировой литературы, мы учимся у них обрамлять свои эмоции и мысли в предложения, в образы. В этом есть наука. И поэтому здесь есть некий канон. Вот что базис. Базис знать где эти образцы и как учиться на этих образах. Недавно у меня позавчера была запись, мы говорили в одном средневековом авторе на одном из каналов. Я сказал журналисту, что посмотрите какой у нас потенциал. Вот сегодня вечером кто-то из вас будет прогуливаться вдоль Днепра или по Киевским холмам, где-то здесь на Подоле или дальше. Он увидит закат солнца. У него возникнет некая очень сильная глубокая эмоция. Эта эмоция будет длиться доля секунды. Это позволит вам, если вы уже мастер написать прекрасное сих творение. То, что у вас длилось доля секунды, вы обрамляете, выражаете в виде двух четверостиш или одного четверостиш и ваша эмоция, которая уже угасла, умерла и ушла в небытие, будет вдохновлять тысячи и тысячи людей на протяжении столетия. Это говорит о том, что всякая наша эмоция мгновенная нере мировую, глубокую, громад и ценностей. Это значит, что у нас тот потенциал, который, если бы он выражен, может зажигать в небе людей, учитывая в небе и вдохновлять в небе. Это же потрясающие люди. Что-то во мне возникло, тут же ушло, я это зафиксировал, я написал пейзаж, написал стихотворение, написал эсцел. Закон солнца, 22 мая. потрясает много людей. Что происходит? Циркуляция, мы влияем друг к другу. Мы, как люди, друг друга заражаем этим. Вот когда мы прочитаем ваше стихотворение «Закон солнца», 22 мая, какой-то молодожи или девушка прочитает стихотворение, она заболеет полетом. А еще встретись с вами, поговоря, она заболеет еще больше полетом. И она будет бороться за точность слов, точность выражений. Броскин называл поэзию ускорительным сознанием. То, что философствует много-много-много. Поэтому ментально сознание ускоряет. Он включает сознание вдоль секунды пережитого, выражено поиск слов, выражено слово стихотворение, иногда это сложная работа, эмоция стала вечной. Ваша смерть стала вечной. И зажигает венфиум. Если мы изолированы, мы по-резе книги читаем, на хороших фильмах не смотрим, на хороших фильмах не слушаем. Вот здесь несколько дней назад было публиковано интервью до лонера лингвиста, лонера физиолога, женщина, она сказала тебе эту лечь. Вот точно так же работает наш мозг, то, о чем мы сейчас говорим, если суммировать. Все это накладывается на современной данной нейрофизиологии. Что это за краткая произведена? Что это значит? Это значит, что наш мозг все впитывает и складывает в ней его память. Но не память, созданная в депридложении, а память, которая складывается в ценности нашего опыта. Любой запах, который мы слышим, любое слово, любой музыкальный интернет, все это откладывается в законном мозге. Все это создает наше церковное мнение. Поэтому она говорит о том, что думайте о том, что есть, что слышать, с кем общаться, что читать. Потому что все эти элементы создают ваш мозг помнит все запахи, все нюансы, все цвета, все элементы, и потом действуют за вас иногда в нашей ситуации. Вы думаете, что это в этом действует ваш мозг, потому что он вобрал эту информацию. Если вы читаете плохие журналы, читаете плохие сайты, общаетесь с нетворческими, депрессивными людьми, ходите в промышленных, страшных районах, все пришли даже деваться. Никто же не заставляет ходить в них по вечерам, гулять по утрам. Потому что где-то надо вырываться в хорошие места. А у нас страна такая, что хороших мест всего ничтожит. Киев и ничтожит. Но все равно будем искать. Где-то во Львов поедем, не во Львов, а куда-то в Прагу, и так далее. Но надо искать или под Киев поехать в красивую местность. Насыщать себя этой информацией, чтобы она нас не было. Запахи, ароматы, цвета, хорошие люди, хорошие панилии. Все, все, все это нам создаёт. Мы это не сбираем. Нас может быть пчелой, который собирает цветов, те вещи. Если у пчелы информационный сбой, она будет собирать не там, где нужно. Это будет времён, они будут говорить, что. Что-то плохо пахнущее, что-то плохо влиящее на нас. То есть мы должны это понимать. Это так же сознательно выстраивает. Кажется, что пустяк. Ну, я прочитал вот эту книгу, все из-за того, нет, она осталась и действует на нас. Посмотрели плохие новости, тревожные. Заметели, что у всех дикторов тревожные на нас. Хотя, когда гости на рынке, смотрел, я думал, слышал. Жан музык, распространение ведут тревожные на нас. Прямо, гибр, кухня, явили такое, ядерные мудры, честь вымирает, мы на сбеге, давайте сфиксируем наши эмоции на входе, как на самом деле. Зачем они? Я понимаю, что для технологии это нужно. Внимание мы только на тревогу. Если приятный, комфортный голос, рассуждающий, ну, а это нас вкладывает. Там, где конец мира, мы не могли забежать. Где соль, где хлеб, где все, где спички. И мы мобилизованы. Те линии нас мобилизуют, мобилизуют. Поэтому нам опасно. Он нас мобилизует, не пустого. А вот то, что мы сами выбираем, мы с помощью людей, знающих, которые ответы, которые нравятся, и сильные, которые нравятся. Ну, то есть, хорошо, у нас сейчас есть один вопрос. Ну, наверное, может быть, что-то, где у нас есть организаторы, что они скажут. Эль, вот есть у нас. Сейчас, хочу. Да. Твердый. Можно вопрос написать, если. Можно. Я вам не очень лично. Первый февраля. Первый февраля это восточный, я думаю, восточный новый сиро и самовык. Шесть минут. Шесть минут. Видите, как строго нам передали жизнь. Шесть минут. Лучше ты делаешь практику, пожалуйста. Можно? Да. Я начинаю в Мирстайке в Мирстайке и с восточной мали на моте выделился видозат с первой лекции. ну, как вы говорите, что я... Сроку это главный. Нет, 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 шестой курс, и уже мыслення по уровню 3 метров нестепного высокого, и сказали, что, да, это мыслення, мыслення, вот эти все Но я думаю, что каждая людина природно способна это делать, потому что природная людина виновата, она уникает один из таких условий на своем уровне. И она не речна, спрямована, операционно может работать. Как это вопрос? Это вопрос. Все это, как я говорю, реорієнтуется на людей, которые активно принимают открытие. Но тут много нюансов. Почему часть людей самая такая? Что с ними случилось? На каком этапе их жить? Чи кто винный на родители, школу или еще кто-то? Опозиционально есть у каждого из нас. И еще так случилось, что в школе, в школе, в университете, мы все равно должны быть строительством, строительством, строительством и строительством. Вот у меня вирубился подход к каждому человеку, который готовит что-то принимать. Но это будет зависеть от ее уровня, и я сразу буду первым способом ловить ее в первые пасты, которые позволяют ей выйти из своей образования. И поэтому это позволяет как раз вызвать фермируют артуральный орган. И среднюю школу почему вбивали людей? Потому что она выполняет средний уровень. Когда дети сладкие, они не есть сладкие, а может гидят. У света не все швидко думают. Вот я думаю, да? Не все швидко реагируют. Вот я реагирую подминно, да? И эти люди, наверное, подходят, а уже на старший класс, они говорят, ну я ничего не знаю, а почему я буду продолжать? Потому что я думаю, что это не так. Поэтому я думаю, что это не так. Треба, конечно, ставиться до каждого из нас и понимать, что до каждого есть свой шлем. Если ставить хрест на людину, она замыкается и говорит, ну да, я такой, я действительно не на что не сдан, и не на что я ничего не знаю. Это все замыкается. Тобто не заспокоювали себя. И даже если вы слышали два раза в ситуации с вашими людьми, то нужно расшираться. Но мы же хотели через вопрос. И это не так. А потом, вы знаете, очень часто бывало, особенно с молодыми людьми, он постоянно на тебя сердится, и через два года встречает с людьми, и поделяет свою позицию. Потому что это такой ответ. Сначала человек зачипает какие-то кордоны, и она хочет себя грехти, она хочет себя обмежать, рятовать. А потом начинается процесс, как КЗ-рингинг, начинается процесс развивания, который человек может там использовать. Я никогда бы не сказал, что кто-то на что-то не сдал. Ясно, что есть люди, до которых мы с вами не можем дотягнуться, но тут провина кого? Суспільство, государство, начиная с телевизора, мы можем реализовать радиационную систему, она была идеологичной, но был цикл программ, рекомендационных освещений, журналы освещения, все это было, наша государство полностью уснулась от процесса. Важно, я отвечу, не перед теми, не перед теми, не перед теми, а не перед теми, а проводят своими за всю культурную знания, за культурную политику. Культурная политика, это не из-за уроков, я сказал, что вы в лучшем свете, это идеология, а что там, где-то театральная установка, где-то циклари и люди, какие-то циклари и поговорим, по-болянам программам, в речи, какие были там, в виде животных, вокруг света, очевидно невероятные, там новое дело было, там все воспоминалось, там книжки разложите за культурами, у нас книгарин немало, книжок у нас мало. Вот это цей процесс, если мы с вами не дотягиваемся, то есть общество, как посерпать через эти канали, которые они не имеют. Канали впливу, а не вот этот тревог, что это кинец и темп, что сейчас что-то начинает. Это начинает, которые не только мы с вами говорим. Кожен из нас нравится. Ну что да, у меня дома есть какие-то добачения, и я просто говорю, она депрессивная, я говорю, мы выключи, давай, ну, это же надо знать, что в свете говорит. Господин, маленький вопрос, я мамой двух мальчиков-пилосов, по вашему станции, да, и восемь лет, и восемь лет, и десять лет. Я уже очень много заметок слышала, потому что, что вы можете после этого говорить, мне как маме, на что разносить внимание? И еще и в другом интервью Драхнад Козер говорит, что Ахасара не работает с детьми, что для старшеклассников скоро онлайн-образование придется. А для детей в ландшафте сказать, у нас нету менеджмента, и нету людей, которые продумывают это для ребенка. Особой психологии, особой подходы. Я над ним думаю, ко мне подраздела как-то еще одна из случаев, где у нее девочка, Женя. Я думаю над тем, чтобы написать философию для детей, но это надо через два-три года. Это должны быть образы в основном литературы и искусства. Да. Это ни в коем случае не эти ужасные философы и философские детства. Но это нужно выстроить, какие вопросы-ответы и обсуждения каких-то вещей. Если это 80 лет, это одна литература, 12-13, это другая литература. Ничто не должно опережать. Конечно, есть дети, которые опережают развития. Все-таки с ними лучше обсуждать какие-то литературные произведения, какие-то фильмы. И философия у меня начиналась именно через литературу. Вначале через... Потому что хорошая литература всегда ставит философский вопрос. У нас в школе, к сожалению, не проводилась в философской литературе. Когда я учился в советской школе, она была идеализирована. Хороших подписателей не пускали. А вот RIT все время, они были состатки политически амгажированы. И там не было философских вопросов. И вот это многих обнимает интерес к принципу литературы, которая имеет колоссальный потенциал этих философских вопросов. Но если это при айти, да? Подключение. Когда не интересно, все это абсолютно. Все равно, что это выбор литературы. А есть уже... 6 минут уже перевести. Это первый пример. Он принесли Тори Фёска. И он 10-3 года переписывался с новой философской литературы. Она ему задала впервые в 9 лет в философский вопрос. И он, как выдающийся философский, с ней 3 года переписывался. Завелся с 10 до 15 лет. Сложение нет переводов там в корейский-русский, или на конецкий литературе. Да, представьте. Это длинные письма. Они обыгрывают... Они заходят в такой вот кафе-философ, и посаживаются в столику, и с каждым видом десерты. Гикаре... О, отлично. Хёсле... Хёсле... Викторио... Викторио Хёсле... Прекиска, не помню как точно, если вы мне перешмёте свой... Запишите имя, я вам перешмёте название. Хёсле... Хёсле... Викторио... Хёсле... Это человеческий философ своё имя. Она ему впервые задала вопрос о динозаврах. У неё родители философы были, он приходил домой, и они говорили об идеях Платона, что «Вещи смертные» — это идея Платона величина. Он услышал, динозавры вымерли, и она спросила его, «Викторио, куда делась идея Платона, если бы умер последний динозавр? Куда эта идея?» И он написал ей первую письмо вопрос, что он встретил динозавров, стал говорить об этих темах, и они вышли на Платона. И Платон перед красным переписками. Там есть странская разная есть. А в конце он написал большую статью «Философия на детстве». Он уже смысл этот фокус. Ну, в заднем числе. Ну, есть много на иностранных языках книг «Философия на детстве». У нас есть только теоретические книги. В Миробедовом Мишель Юлина. Российский философ. Она занималась философией селами Юлина. В Мире есть книга, которая называется «Философия на детстве», где она обсуждает, как возможно, в основном скандинавский образ. В Миробедовом Мишель Юлина. Ну, вот, дальше я буду вас приглашать по этому плану. И вот здесь моя книга, потрясающая. Или загрожите ее. Она еще в 97-м, 28-м году у Украины в Германии. Ну, они могут там вызвать. Можно найти отвертки в Германии. Хорошо, спасибо за ваши вопросы, за ваши внимание. И мы все на сегодня встали. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok